Здравствуйте! Я вот вместе с вами отправляюсь в поход за знаниями, за всякими новинками научно-техническими. Сегодня у нас новинки научно-технические в области электротехники, электроснабжения. Это очень полезная и важная вещь, сфера деятельности человеческой, в конце концов. Кто мы такие без электричества? Обрубите сейчас все провода электрические. И что от нас останется? Жалкий мир, погруженный во мрак людей, которым даже не на чем разогреть, так сказать, пищу быстрого приготовления, да? Да и где я разогреть? В холодильнике работать не будет. Вообще ужас, кошмар, все остановится. Вот насколько важна сейчас электротехника. Это токопровод на очень высокое напряжение, на 10 тысяч вольт. Представляете? Ну, соответственно, токи большие. Вон, как я, клемма. И проложены эти токопроводы, все три фазы, в большущей металлической трубе, естественно, в стальной. Что значит проложено? Они там подвешены на галтелях, вот эти вот изоляторы. Вот на этих изоляторах она там закреплена. А он, то есть только ведущая шина, то есть все-таки она. А вот это вот расстояние, это как раз расстояние, в котором, значит, гарантируется отсутствие пробоя, так сказать, в воздухе. И воздух-то должен быть сухой, а лучше всего заполнить от пространства или газом. Как видите, очень сложная конструкция. Знаете, вот по всей, значит, территории электростанции идут такие трубы. Трубы должны быть очень четко поставлены. В этих трубах на изоляторах установлены так и ведущие шины. Ну, в общем, очень сложная вещь. Насколько проще можно сделать без всего этого? Есть, как раз, некая инновационная технология, которая чуть-чуть не дотянула до звания нано. Не по размерам, конечно, своим наружным, а по размерам частиц, из которых вот эта вот изоляция не состоит. Пойдемте посмотрим на ту изоляцию. Пошли скорее. Вот, оказывается, ту трубу, что мы сейчас видели, можно заменить вот некой такой вот, ну, по сути дела, бетонной конструкции. Или как бы бетонной конструкции. На самом деле, это не совсем бетон. Его, наверное, можно назвать полимер-бетоном, да? Там песок и эпоксидная смола, кварцевый песок, конечно. Но не нано. Наночастиц там нет. Вот не дотянули до нанотехнологии. И вот это все можно заменить на вот такую вот конструкцию. Она более стойкая, более простая в обращении. Никакой, ну, простите за выражение, дурак не пробьет дырку в трубе, да? Потому что, ну, попробуйте, сломай-ка такую бетонную штуковину. 50 лет гарантийный срок, что она простоит и больше. А та труба рано или поздно, простите, меня прожареет. Ее надо обслуживать, гайки подтягивать там, да? Чтобы не разболтался, не развинтился галтель, та самая, на которой держится. Вот, и вот эти вот три фазы на то самое напряжение 10 тысяч вольт рассчитаны. Ну вот. А вот посмотрите, какая хорошая вещь. Это своего рода разъем, да? Вот разводка. Там вот они плотно-плотно идут. А тут выявили три фазы, нейтраль и земля. Или вот балочка такая. Вот они. Раз фаза, два фаза, три фаза, нейтраль и земля, пожалуйста. Вот они. Как такая балка, да? Как вам нравится? Тут были алюминиевые шины, а тут шины медные. Но все это заковано, так сказать, вот такой вот полимер-бетонную балку. Вот прогрессивная технология на самом деле. Инновационная технология. И по-нашему, что фундаментально было, не тю-тю там чего-то там, каким-то тонкими руками делать, а по-нашенски. Лопата. Но правда тут не из цемента мешать, а полимер-бетон. Но все равно крупно. Вот так вот. Так что место для инноваций есть везде. Вот сейчас такая технология есть домашнего. Проведение электропроводки дома, в офисе. Таких в коробах маленьких. Маленький такой пластмассовый короб с маленькой пластмассовой крышечкой. А туда положен маленький-маленький кабель. Или еще такие есть штучки. И прижимает просто кабель к стене. Сейчас стены стали делать из негорючих материалов, поэтому делать так можно. А к деревянной стене так делать нельзя, вы имейте это в виду. Это чтобы вы ничего плохого не сделали. А вот это вот тоже своего рода вот такая конструкция. Только не на 220 вольт, а на 220 тысяч вольт. Представляете, какой вот проводничок, да? Медь. Так сказать, мечта любого с датчика удильсырья. Такой вот кабель откопать где-нибудь. Мечта. Просто мечта. Вот тут вообще-то вещь дорогая. Это вот сколько полиэтиленового сырья вторичного можно взять. И вообще идея прокладывать в коробах, так сказать, кабели, она очень жизнеспособная, удобная, очень аккуратная. Ну, короба, конечно, соответствующих размеров, дистанция огромного размера, короба вообще-то чудовищного размера, как прижата вот этими вот тоже полиэтиленовыми прижимами. Ну, замечательная вещь. Меня просто впечатляют эти размеры. Такой гулливер в стране великанов, если хотите. Здорово. Или, наоборот, лилипутик, которого гулливер привез в нашей стране. Вот при таких вот разъемах. Такое, так сказать, гибкое, милое электротехническое соединение, да, медь. Это такой хороший очень проводник. Ну, лучше есть, конечно, серебро, например. Но медь тоже очень хороший проводник, лучше алюминия. Это такое гибкое, хорошее. А вот когда нужно большие токи проводить, то что-то посерьезней. И это еще не предел. Возьмите, какая серьезная вещь, да? Какая гибкая, приятная тоже, да, такая. Шелковая. Я прямо руку туда просовываю, у меня так шелковая. Из-за тоненькой, гибкой, медной проволоки. Но их много, и они хорошо проводят электричество. А вот это уже... Ой, это уже непросто. Это уже вот серьезный такой контакт. Но он гибкий. То есть в одном месте прикрепили, в другом прикрепили. Тут еще пошевелить можно. Вот какие-то гибкие контакты. Но настоящие контакты, они еще нуждаются в охлаждении. Потому что как ни крути, а здесь будет протекать большой ток. Более того, вот в этих вот местах, где нам предстоит прикрутить болтами, болтовым соединением, ну, контакт будет одной поверхности с другой. Тут же ведь все равно окислый меди есть. Сопротивление будет повышенное. Здесь будет греться. Кстати говоря, обратите внимание, в ваших всяких вот шнуровых соединениях, вот как это, вилки, которые вы розетку включаете, там тоже самое может быть нагревание. И так вот розетки иногда горят из-за того, что кабель вроде исправленный, а контактик не очень хороший. А вот это как раз очень хороший контакт. Так самый хороший контакт, тот, который еще будет охлаждаться. О, видите, вот там вот, там что? Да, там очень гибко. Там вот нечто подобное находится. Но по вот этому резиновому шлангу протекает охлаждающая вода. С одной стороны втекает, а с другой вытекает. Вот так можно даже поиграть. Вот, вот какая вот замечательная вещь. Вообще вещь вроде простая и такая, ну, как сказать-то, ну, как бы дубовая, да? Вот металл и все проводящий. Но, а как сделано-то хорошо, какая она мягонькая, каждая поддельности, да? Как с ней удобно, приятно работать. Вот прям рукой глажу, ни одного заусенчика нет. Ничто не втыкается. Медь. Вот, медь. Это замечательная вещь. Медь. Электротекл. Контакт. Есть контакт. Видите вот эту такую рифленую поверхность? Это контактная поверхность. Она одна из, один из элементов выключателя. Вот это вот для передвижной электростанции. Трехфазная электростанция. Что-то там на тысячу киловатт никак не меньше. Может даже больше. Вот. Три фазы. Нейтраль. Кабель и земля. Так положено. И вот один из элементов. Вот он контактор. Вот когда мы туда его опускаем. А вот. Вот туда можно опускать. Видите? Вот там-то он и контактирует с кем нужно. Вот он контактор. Вот. А вот тут вот к нему прикреплен кабель. Медный. Который подает напряжение. Это если вы снимаете фильм, например, какой-нибудь блокбастер. Типа «Война и мир», «Бондарчук», «Пьер Безухов» и все прочие. Тут огромное количество фонарей горят. Вот. Ну и так далее. Много чего там может работать. Вот. И так главное тут в чем вся идея. В том, что вы по отдельности подключаете эти кабели. Вот вы подключили два кабеля, может третий подключать. А собрались выключать кабели? Раз. Все. Не подключите. Пока все кабели не подключите, ничего не заработает. Вот так вот. Вот такая вот история. Вот. Законтактировали. Оп. Оп. А когда первый вставляем, вот этот вот ключик закрывать, ключик вынули, и все, электростанция закрыта на учет. Ну, меня впечатляет, что ничего вроде так принципиально сложного нет. Но это же выключатель, который... Это вот то, что у нас розетка, да, дома. Вот это вот вместо нее. Но на настоящие киломперы, на настоящие вольты, на настоящие электростанции, которые походные питают, скажем, съемочную группу, или какой-нибудь радар, или что-нибудь еще в этом роде. А группу МЧС режут чем-нибудь там арматуру в рухнушем при землетрясении здания. Это вот оно. Смотрите, какой красивый дизайн у этой лампочки, да? Но эта лампочка не горела бы, если бы не было проводов под водяшечкой, не электрической энергии. О, проводники. Так вот это очень интересная вот провода. Это называется лакированный провод. Вообще, это я так называю лакированный. По сути дела, действительно, они покрыты лаком. На самом деле, это называют эмаль-провод. Это вот медный проводник, толстый такой вот проводник, покрытый слоем лака. Лак не просто тебе для красоты, а он изолирует один виток от другого витка. Это с тем, чтобы вот этот проводник можно было использовать в качестве, ну, катушек, да? Которые наматываются в трансформаторах, в электрических двигателях, вот для них, да? Вот они, вот. И чтобы это выдерживалось межвитковое напряжение, да? Между витками возникает некое напряжение. Катушечка тяжеленькая, медь. Она тяжелая. А вот эта катушка удивительно легкая. С виду как будто медь, да? Вот она, легонькая. Но не медь. Это алюминий, покрытый лаком. Я вот лично первый раз вижу алюминиевый провод, лакированный. Вот теперь, оказывается, его тоже используют в намоточных изделиях. Ну, я вот как-то от этого вот упустил в свое время. Вот. Ну, а, кстати говоря, когда, значит, вот намотали мы один слой, да? А нужно мотать другой слой, понимаете? Вот между этим проводником и вот соседним проводником очень маленькое падение напряжения, очень маленькое напряжение. Пробой здесь вот этот слой лака гарантирует его отсутствие. А вот, представьте, вот сюда намотали слой, стали мотать обратно. И вот между этим слоем и следующим слоем, ооо, сколько витков, напряжение большое, как быть. Приходится этот самый слой оборачивать неким изолирующим материалом. Бумага или слюдяная бумага. Вот этот вот замечательный объект, называется он слюдяная бумага. Делается почти так же, как бумага. Как делают бумагу? Берут, делают пульпу из, значит, древесного волокна, например, да? Или из хлопка. А это делают пульпу, измельчают слюду. Что такое слюда, вы знаете, такие пластиночки, да? Ну, вообще слюда – это замечательная вещь. Ее в качестве таких прям слюдиных окошек в некоторых приборах использовали раньше. Ну, наверное, используют и теперь. В качестве изоляторов в электронных лампах это использовалось. А тут вот такая пыль. И эту пыль смешивают с полимером, полимерное связующее. Получается вот такая вот бумага. Полимерная бумага. Ну, вернее, не полимерная бумага, а слюдяная бумага. Слюдяная бумага используется в качестве изолятора. Знаете, вот еще сейчас встречается бумажная изоляция у проводов. Берется, значит, провод, специально электробумагой, значит, он изолируется. Это используется обычно в неких объектах, заполненных, так сказать, маслом. В маслонаполненных кабелях, в масленноаполненных трансформаторах. А это вот обычно в сухих трансформаторах, насколько я понимаю. Ну, наверное, можно и в масленноаполненных использоваться. Используется вот эта вот слудяная бумага. Ею изолируют проводники, значит, пучок проводников, значит, очередной, так сказать, как сказать-то, ну, фазы, скажем, да, если там у вас трехфазный трансформатор, или входное напряжение, выходное напряжение. Ну, все вместе оно обматывается под действием. В электродвигателях, там, знаете, у них очень такая вот сложная структура вот этих ротора, статора, пазы. И в этих пазах укладывается как раз обмотки электрические. Так вот, сам этот паз выстилается вот такой вот, ну, я бы его назвал, так сказать, изолирующий, так сказать, картон, да. Ну, это не картон, это вот такая вот тоже на базе слюды изоляция плоская, но она уже не такая гибкая, твердая, ей выстилается паз. А электродвигатели бывают и грандиозных размеров, и, кстати, электрогенераторы тоже, ну, там, я не знаю, с дом большой, да, вставляете, какая-нибудь электростанция большая или еще что-то в этом роде. Вот, чего там только не бывает. Вот такие вот дела. Очень полезный и важный объект на основе слюды. Кстати, у следы там у него замечательные электрические свойства, маленький угол, как это, тангенс диэлектрических потерь у них очень маленький. Вот, и за счет, и поэтому потери на, значит, электрического поля у них, они очень маленькие, да, и вот за счет этого вот слюда-то до сих пор и держатся, да, сейчас-то все у нас искусственно, это вот естественный натурпродукт, что называется, без него не обойтись. Посмотрите-ка, думаете, это трансформаторы? Это не трансформаторы, это на самом деле просто катушки индуктивности или, как говорят, так сказать, дроссели. Вот они, три фазы на каждую фазу по своей катушке. Это конденсаторы, да, это конденсаторы, в каждом конденсаторе по три, в каждой банке по три конденсатора на каждую фазу. Для чего все это сделано? Видите ли, в чем дело? Вот сети переменного тока. У них, кроме вот обычного активного сопротивления, активной нагрузки, та, которая возникает, когда мы включаем в сеть, скажем, нагревательный прибор, да, или лампочку. Вот это называется активная нагрузка. Там просто идет активное сопротивление, то, что называется. А есть еще одна проблема, так называемое реактивное сопротивление, которое возникает, когда вы нагружаете некими реактивными объектами. Ну, например, катушками индуктивности. А их милое дело, их уносуем в разных электрических двигателях, где их только нет. Емкостями, да, емкость. И вот представьте себе такую ситуацию. Вот сдвигается. Я думал, что вы знаете теоретический основы электротехники, но вы их не знаете. Ладно, бокс не фаза меняется. Между током и напряжением. Это когда у нас включается реактивная нагрузка. А нужно его исправить. Нужно, чтобы потребитель получал нормальное, так сказать, электроснабжение. Чтобы в фазе были и ток, и напряжение, чтобы все было в порядке. Ну, а там-то включили, что попало? Не все попало, а двигатель электрический. У кого-то какие-то им костные нагрузки, у кого-то что-то еще. В общем, тот включает, выключает, там все это прыгает. И надо все это компенсировать. Вот для этого и существует вот этот вот, собственно, компенсатор некий нагрузки реактивной. Если у вас там емкостная нагрузка, подключает автоматически, естественно. С той стороны там всякие есть автоматические приборы. Ну, что там, кнопочки, лампочки, ничего интересного. Мы ту сторону-то не показывали. Подключает индуктивности. Вот они, три индуктивности на каждую фазу своя. Или емкости. А знаете там, как это устроено, емкость? Там, значит, в запаянной банке находятся три в спираль смотанных системы конденсаторных. Это как? Тоненькая-тоненькая пленочка полимерная, покрытая с двух сторон тоненьким-тоненьким слоем металла. Металлизированная пленка. Металлизированной пленочкой еще изолирующая пленочка, иначе они там просто будут закорачиваться, что называется. И вот эти вот три системы, три конденсатора там, один над другим стоят. Вот. Трехфазный конденсатор, пожалуйста. Вот бывает и такое. Ну, замечательная вещь вообще. Впечатляет. Меня лично впечатляет. Вот. Прикоснуться своими руками к электротехнике. Но она хорошо, что сейчас она обесточена, поэтому можно касаться. А так вообще касаться нельзя. Убьет. Даже прям обугливание происходит. Страшное дело. Смотрите, какая интересная вещичка. Это, между прочим, шарик-подшипник. Вообще-то шарик-подшипниковая втулка. Видите, ну, просто замечательно. Вот такая вот большущая-большущая поверхность. Вся в шариках. Шарики крутятся, вертятся. Что хотят, то и делают. И вот эта вот шарик-подшипниковая втулка, или, не знаю, шарик-подшипниковая втулка центрирует объект. Это вообще-то, говоря, объект для того, чтобы штамповать изделие из стали. Например, из глистовой стали для того, чтобы изготавливать трансформаторы, например. Или электродерегатели. Вот какая. Втулочка симпатичная. Правда здорово? Это не золото. Это, на самом деле, только выставочный образец, красивое покрытие. Ну, позолоченное, конечно, чтобы не было коррозии. А вообще это делается из нержавеющей стали. Это сопротивление. Ну, я бы его назвал воздушным сопротивлением, хотя, наверное, это не совсем правильно. Вот видите, вот такая вот дорожка из металла, да? И вот они, вот они. Здесь где-то входная клемма и выходная. Вот, например, вот, пожалуйста. Входная клемма, выходная клемма. Это все в сборе вот такое огромное сопротивление. Если вам нужно сжечь, сжечь большую энергию, а бывает нужно. Например, у вас остановился ветрогенератор, да? Вот который вот от ветра работает, крутит лопасти. Ну, все, он уже отключился от сети. Ну, он уже маленький оборот, но он уже производит, что энергия. Куда энергию отправить? Ее сжигают на таком вот нагревателе. Он нагревается. Тут все вот это высокопрочное. Это керамика. Это керамика. Он нагревается до тысяч градусов. Раскаляется буквально. Значит, как там? У квадрат делить на Р. Это выделяемая мощность цепи. Р относительно небольшое. Тут каждое звено, там, десятые доли Ома. Но У-то большое. Вот эта вся мощность здесь сжигается. И еще это применяют на испытаниях, скажем, мощных электродвигов, электрогенераторов в судостроении. Там, значит, как теперь у нас везде электроходы, да? Дизель-генератор вращается, вырабатывает электроэнергию. И, значит, электромотор должен двигать, значит, грибной вал, да? Грибной вал. Грибной винт, простите. А на испытаниях электрогенераторов куда девать энергию? Вот сжигают на таких вот сопротивлениях любые. Электростанция дизельная испытывают на чем? Вот на такое сопротивление сжигают энергию. Тормозится состав. И вот тормозится как он? Не просто колодки прижимаются к тормозам, но электромоторы включаются, инвертируются, превращаются в электрогенераторы. И сгенерированную электроэнергию куда отправить? Вот опять вот на такие вот сопротивления воздушные. Вот такая вот важная электротехническая вещь, простенькая. Своего рода нагреватель, кстати говоря. Да? Наверное, по большому счету можно им обогреваться. Знаете, какой колорифер нагретый до 1000 градусов, через него продувается поток воздуха, наверняка охлаждаются воздухом и выбрасывают его в атмосферу. Но меня впечатляет, особенно меня удивляет такой золотистый цвет. Жалко, что на самом деле они просто из нержавейки. Но такая тусклая, немножко блестящая нержавейка. Но уж золото, оно манит нас. Вы думаете, это какое-нибудь инопланетное оружие? Нет. Но это тоже высокая разработка. И связано тоже с большими ударными воздействиями. Бу-бу-бух! Такими вот разрядами. Это называется активный громотвод, скажем так, по-просетски. А вообще по науке это активная грозозащита. Значит, то есть что. Ну, с виду это вроде как громотвод. Вот тут заземлитель идет. Медные такой вот шины. Они туда идут вниз, вниз, вниз и идут в землю. Заземляются. Вот тут они, правда, не закреплены. Вот здесь их хорошо закрепить надо. И все будет в порядке. Изюминка вот в этом месте. В этом месте находится генератор ионов. Ну, вообще-то так по-хорошему генератор ионов должен работать. Тут внешнее питание. Ну, тут целое дело. А тут вот в чем дело. Собирается гроза. Где-то там наверху в облаках, там, значит, заряд противоположного знака тому, что здесь на земле. И вот тут мощное электростатическое поле. И вот это мощное электростатическое поле заставляет работать генератор ионов. Он вот отсюда вот выбрасывает облака ионизированного воздуха. И вот здесь вот создается условие для электрического пробоя. Сверху начинает расти электрический пробой, да, как там называется, стример, лидер, вот такие вот слова. И отсюда начинает расти. И они встречаются, да. То есть это повышает, скажем так, степень грозозащиты. То есть повышает вероятность того, что ударит именно в него, а не мимо, да. Ну, хотя, ну, это вот такое вот средство грозозащиты. Но больше всего мне нравится его форма такая вот фантазийная, такая инопланетянская, как из телесериала про инопланетян, что-нибудь типа Стартрек или Доктор Кто, вот что-нибудь в этом роде, да. Ну вот. Ну вот и, пожалуй, все уже в жизни. Вот такие вот дела. Если бы знания имели вес, который можно измерять в килограммах или в тоннах, то, наверное, мне бы тяжело было по жизни нести даже этот чемодан с теми знаниями, что я приобрел сегодня, пока готовил эту телепередачу. Но, к большому счастью, знания, они не тяжелы. Их легко нести по жизни, понимаете как? Чем больше знаешь, тем легче воспринимаешь удары судьбы, тем легче идти с этими знаниями по жизни, широко расправив плечи и распрямив позвоночник. Вот так вот. Ну, желаю вам удачи и всех благ. Приходите к нам еще на следующую передачу. Пока, удачи, не забывайте нас.